Девушки отдыхают Здесь Виталька, здесь Олег 13. И сегодня 21 тур первенства Олимп ФНЛ. И сегодня Енисей встречается со Спартак Москва 2. Что стоит сказать перед началом матча? Ну, во-первых, мы вернулись в наш чистый, красивый, светлый, новенький, как 5 рублей, манеж. Сегодня матч состоится в тепле. Это здорово, потому что на улице, ну, кстати, сегодня потеплело. Плюс один даже, представляете, было Сибирь, ноябрь, вообще плевать. Друзья мои, сегодня мы решили узнать у вас, как команде действовать на поле. Потому что заходим в интернет, читаем, а там каждый второй тренер. Вот и решили узнать, как нашим действовать. Поэтому сегодня будет наша любимая рубрика «Эксперт-эксперт, о где же ты?». И мы идем искать экспертов, ну и, естественно, как обычно, поиграем в нашу игру «Все или ничего». Друзья, этим временем болельщики, зрители начинают подходить на трибуны нашего манежа. Ох, что будет. Потому что, понимаете, «Спартак» — это же не просто вот «Спартак». Ты сказал, и люди все такие «А, ну, понятно, такие, потом придем». Нет, ты говоришь «Спартак», и все «А, что, «Спартак?»?» Типа «Ого, сегодня «Спартак» играет?» И неважно, 2А. Ну, «Спартак 2А» или это «Спартак 2010 года рождения». Неважно. Кстати, здорово было бы, если парни приехали. Такое бы рубилово тут было вообще на поле. Это просто обалдеть. Поэтому, ну, сейчас поспрашиваем у болельщиков, у фанатов. Ребят, что нашим на поле-то делать? Это же «Спартак». Хоть бы Максименко на воротах стоял сегодня. Привет. Здравствуйте. Кто ты? Я Хрюша. Кто мы? Мясо. Почему ты сегодня вот сидишь одна в уголочке? Меня наказали. Да ладно, я шучу. Я жду выход на трибуну. А что ты будешь на трибуне делать? Танцевать. А хрюкать? Ну, могу похрюкать маленько. Ну, ты символизируешь, что? Почему свинья-то? А, понятнее, хрюшка, точнее, почему? Кого ты символизируешь? Меня не предупредили. Ну, давай на удачу сегодня нашей команды, Енисеюшки. Хрюкнем. Друзья, мы, как всегда, на втором этаже нашего замечательного светлого манежа. И здесь, как всегда, какой-то движ. Посмотрите как. Вот только тебя не хватает. Как тебя зовут, ребенок? Захар. Захар, друг мой, что мама делает? Рассказывай. Она рисует футбольное поле. Футбольную кричалку. Я понял. А ты-то почему этого не делаешь? Я отвечаю на вопросы с папой. Семейный подряд, короче, чтобы выиграть везде. Да. Смотри, у нас сегодня рубрика «Эксперт-эксперт, а где же ты?» Как нашим играть, чтобы ушатать просто «Спартак-2»? Играть? В атаку играть? Ну как, командное, чтобы было... Как еще? Чтобы было дружно, ну, чтобы было всегда в коллективе. Играть объединенно. Ты сейчас в точности повторил слова Тренева. Он так ему и сказал в раздевалке. Спасибо. Кстати, мобильная связь ФК «Энисей». Ну, вы уже слышали об этом. Выгодно? Обалдеть. Тоже только здесь на футболе можно приобрести. Правда же? Вот. Приходите, приходите. Подходите к Максу. Макс вам говорит. Мобильная связь от футбольного клуба ФК «Энисей». Четыре хороших тарифных плана. Выбирайте, подключайтесь, кайфуйте. Обычно Макс говорит веселее. Просто сегодня... Просто у Макса здесь сил уже нет. Потому что все карты розданы. Этому лежи. Друг мой, как зовут тебя? Анжелика. Анжелика. Меня Олег. Это Виталька, мой хороший друг. Ему тоже можешь доверять. Скажи мне, у тебя на спине написано «Топлю за «Энисей».» И нам с Виталькой стало интересно. Котят топишь. Или что? Что значит «Топлю за «Энисей»»? Или ты можешь утопить за «Энисей» команду соперника? Что такое? Я болею за «Энисей». Я его обожаю. Поэтому я утоплю всех в «Энисея» и за «Энисей». Спасибо тебе огромное. Друзья мои, вот такие, такие сибирячки. Красивые и дерзкие. Аккуратней с ними. Учим букву О. Город онлайн. Реклама такая, реклама. Дорогие друзья, прямо сейчас мы опрашиваем нашего защитника, нашего крайнего защитника, иногда центрального защитника, нашего льва. Это Валера Кичин. Валер, друг мой, скажи, пожалуйста, как сегодня планируешь играть? Ну да, я понимаю, что тренер просил ничего не говорить. Может быть, ну, сам для себя как-то решил, что это будет за игра, что за темп. Может быть, какие-то передачи. Все, вы прикалываете, что это не Валера же? Это же его картонная копия. Валера сейчас в раздевалке, слушает тренера и разминается. Друзья мои, сегодня у нас рубрика «Эксперт-эксперт. О, где же ты?» Как будем играть? Как будем действовать? Знаю, у тебя тактические способности на высоте. Давай, рассказывай, как играть против спартачей? Просто, безусловно. Уверенно. Обожаю твою краткость. Ты скажи. Ну, тоже, да, уверенно. Хорошо. И? Просто выходим и играем в футбол. Просто ломаем. Побеждать надо. Ломать не надо. Нет, я в хорошем смысле, что побеждать. А, правильно. Спасибо. Вы что-то как это, прикуренные, маненька. Давайте, идите. Спасибо, ребят. Не знаю, обычно много говорят. У нас сегодня растерялись немножко. Вообще у нас сибиряки не курят. Друзья мои, говорим с нашим нападающим. Все его знаете. Тем более, мы только что общались с его плакатом. Аня. А какой жест передает тебе муж, когда забивает? Муж мне всегда передает сердечко. Вон то? Собственно, да, вот это. Ребята, мы ошибались. Это не буква «О». Это сердце для жены. Да, для меня. Спасибо вам. Что у тебя со здоровьем? Да все хорошо. Набираю форму. Вот только переболел как раз вирусом. Неделю тренируюсь. И дай бог, в концовку чемпионата зацеплю и помогу команде. Мы ждем тебя на поле. Спасибо тебе огромное. Друзья мои, продолжаем. Очень скоро начнется матч. Все, все футболисты, и те, кто приболели, и те, кто не приболели. Все приходят на трибуны и болеют за Енисеюшку. Ну, это весело. Тут вообще атмосфера такая праздничная. Мы к тебе вот с каким вопросом. Потому что знаю тебя лет не счесть сколько. И знаю, что болеешь ты сердцем всем своим. Естественно, за Енисей. Но часть твоего сердца отдано Спартаку. Что сегодня будем делать? Слушай, ну сегодня мы будем выигрывать. И я могу сказать, что я живу в Красноярске. И я всей душой люблю ту команду, которая из моего города. Это раз. И во-вторых, я почему-то поймал себя на мысли, что когда я на стадионе и болею за Енисея, Енисея всегда выигрывает. У любого Спартака. Ай, как хорошо. Спасибо тебе огромное. С вами в перерыве мы еще обязательно встретимся, обнимемся, поузнаем у людей, как им первый тайм. Ну, а пока все на трибуны. Пошли. Мы засыпаем, мечтая, выходим под сводоарен. Под сводоарен. На улицах, когда темно, когда никого уже нет. Не входи в этот круг, если ты не уверен в себе. Здесь полный контакт, без апелляции к суде. Считай, он нет. Нефть и доллары здесь не решают, здесь не играют никакой роли. В каждом дворе огромной Москвы. Есть бутари разбитых коробок. Мяч и мечта. Все, что нам надо. Стрелка забита. Братья под боком. Это закрытый, мать его клуб. Отличительный знак, кто только под ребра. Первый тайм смотрела? Да. Ну, как тебе? Мне очень понравилось. А чего не хватает команде, чтобы вырваться вперед уже? Ну, все, мы в команде. Агрессиво, агрессиво. Ну, я не знаю. Скорее всего, мотивации побольше было бы очень круто. Хорошо. Вкусная сосиска? Да. Приятного аппетита. Все, не отвлекаем. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем искать эксперта, который поможет нам разобраться, где прибавить, где убавить. Вообще, я уже давно замечаю, что когда какое-то нарушение правил, наши скидывают руки, сигнализируют арбитру, что какое-то нарушение, и сразу бросают играть. Вот надо доигрывать эпизоды вот эти. И тогда будет все вообще прям отлично. Мы нашли эксперта. Саш, ну и с каким счетом закончится матч, наша любимая игра в предсказание? Вообще, мой прогноз был сегодня 2-1 в нашу пользу. И мне очень хочется верить в то, что наша команда не подведет меня. Спасибо, друг. Вот мы и нашли эксперта, друзья. Идем смотреть второй тайм. Мы любим финтить наш лайк, понятия не все. Ловите за шиворот, это тебя на десерт. Здесь маминых мальчиков раскатают пять сек. Улицы чувствуют, когда им врут и поднимают на смерть. Ты хочешь? Быть первым, будь первым, будь первым. Рискни всем, стань первым, стань первым, стань первым. Бей точно, бей скобу, бей первым, бей первым. Бери свое и будь первым, будь первым. Ты хочешь? Быть первым, будь первым, будь первым. Рискни всем, стань первым, стань первым, стань первым. Бей точно, бей. Ну что ж, дорогие друзья, матч закончен. И закончен он с приятными для нас цифрами. 2-1. Енисей одерживает победу. Победа хорошая, победа замечательная. В середине второго тайма футболист Спартака заработал красную карточку. Гангст Шитов заработал красную карточку. И мы остались в большинстве. И это было замечательно. Ну, для нас, естественно. Поздравляю всех, дорогие друзья. Приходите на футбол. И будете веселиться здесь вместе с нами. Кстати, у нас есть победитель в этот раз. Точный счет угадал Саня. Ну, вы видели. Он предсказал 2-1. Сань, мы тебя поздравляем. И ты, ты молодец. И эти аплодисменты тебе. Дорогие друзья, подписывайтесь на все наши социальные сети. Жмите на колокольчик, чтобы он напоминал вам о том, что вышло что-то новенькое. А мы, Виталька и Олег 13-й, прощаемся с вами до следующего матча.